Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения челленджа Апокалипсис. И у нас тут, как вы можете заметить, сонное царство, шесть голов наших прям тут спят. Вот почему тут спит Джулия, хорошо, что тут, кстати, я поставила кровать, потому что здесь она спать не может, потому что её комнату оккупировала вот эта вот фигня. И да, у нас воскресенье, шесть часов утра, я, собственно, заменила нам вот эту штучку, верёвку для белья. И да, мы же теперь можем покупать, мы же теперь можем покупать, кстати, вот этот бак, оказывается, реально можно не только переворачивать, но и поднимать. Я это видела непосредственно у Трис, вот, поэтому я думаю, может быть, я заменю этот бак. И мы купим корову-то, вот прям сейчас нам нужно купить животное. Мы купим коричневую корову снова, пускай она будет, да, пускай будет вот так. И да, отлично. Мы, давайте её, кстати, позвать. А можно назвать? Ой, что? Капутодар? Нет, нет, я хотела коровку назвать. Ура, ребята, у нас снова есть корова, боже мой, поздравьте нас. Наконец-таки, наконец-таки, мы снова не одни, нас снова стало семеро. И, о боже мой, знакомьтесь, это наша новая коровка. Ничуть не хуже, чем какао. Так, и давайте, давайте я хочу назвать, конечно же, Ночка. Нет, её зовут не Ночка, а знаете, как её будут звать? Так, у меня, да, конечно же, английская раскладка. Её будут звать Сливочка. Вот, я решила, что мы будем, ну, по крайней мере, пока у меня будет хватать фантазии, мы будем двигаться вот по такому пути, какому-нибудь вкусному, да. Первая у нас была какао, и вот эту коровку у нас будут звать Сливочка. Так что, да, добро пожаловать в семью, моя хорошая, моя кормилица дорогая. Так, и да, конечно же, это значит, что у нас снова будет молоко. Нам нужно будет со Сливочкой подружиться обязательно, нужно будет её доить. Наконец-таки нашим Симам будет что кушать. Ой, слава богу. Ну и, собственно, да, наши Симы пока что отсыпаются. Я не знаю, ребят, что ещё нам надо прикупать, прикупить на самом-то деле, потому что, по сути, у нас-то всё есть. Есть, я не знаю, ну вот бак я сейчас заменю на другой. А по сути-то у нас всё есть, я не знаю, может быть, я, конечно, не права. Может быть, я, конечно, не права. Может быть, нам ракету купить, кстати, для Ракель. Ну, понятное дело, что... Или мы можем её здесь поставить. Кстати, ракета, что в доме стоять не может, по-моему, её можно здесь ставить. Ракель у нас так подскочила, наверное, чувствует, что появились в доме какие-то обновочки, да. Так, давай, пожалуйста, дорогая моя, ложись спать. Да, в общем-то, я поменяла бак нам, как вы можете заметить. Так, что такое? Да, мы, конечно же, отправимся на работу без проблем. Я прикупила нам ракету. Она оказалась... Кстати, она стоит пять тысяч. Вот, как оказалось. Слушайте, я же надеюсь, что её можно ставить на улице, потому что, ну, вроде как в доме... Ну, я, конечно... Нет, ну как? У нас также появился ещё один электрогенератор. Вот тут вот, девятый. Я бы не... Ну, я не скажу, что нам прям он супер нужен. Ну, пускай будет, я решила. Пускай вот у нас уже будет девять. И фермы я тоже не покупала дополнительные. Опять-таки, мне кажется, что этих нам более чем достаточно. Вот, потому что на данный момент у нас, в принципе, вот такие вот дела. У нас почти заполнена шкала. Вот, ну, пока что у нас, конечно, и нету Сима, например, который бы там как-то компьютер использовал или ещё что-то в этом роде. Вот. Ух ты! Слушай, ты прям поможешь нам вот эту штуку оттереть? Гидри! Да ты ж моё солнышко! Слушай, ты прям хорошей Симой справляешься. Темперацию не привёл сегодня. Так, Ракель. Ракель, всё, не спится. Думай, так, я чувствую. Я чувствую, пахнет ракетой. Чувствую, пахнет космосом. Так, давай, пожалуйста, иди спать. Иди, досыпай. Она у меня обжора, поэтому она постоянно хочет сожрать вот эту вот порцию последнюю. Так, Алиса. Алиса, вставай. Алиса, вставай. И через сколько тебе на работу? Совсем скоро, уже через 40 минут, да? А мы для работы всё сделали. А мы такие молодцы. А мы такие молодцы. Это значит, что мы сейчас попьём молока. Молока, молока. Господи, а где? А где молоко? О, подождите. А почему я не вижу? А вот оно. Боже мой, совсем уже. Совсем уже слепанда. Ни черта не вижу. Да, так что, Алиса, пей молочко. И отправляйся на работу. Зарабатывать денюжки. Да, скажи. Ой, прокисло. Ой, какая гадость. Кошмар какой. Ну, ничего страшного. У нас появилась корова. Так что, давай ещё выпей. Вы знаете, я тут вспомнила одну вещь, довольно-таки прикольную, которая заключается в том, что наставничать-то мы можем не только фитнес, да? Ну, логично. То есть, я вот недавно, буквально вот недавно меня осенило, да? Что у нас-то ведь у Джулии есть десятый уровень в навыке логика. Вот, соответственно, я подумала, а сможет ли она наставничать у нашей Ракель? Рыжая воровка. Берегите кур, прячьте яйца. А что? А откуда? А откуда, я стесняюсь спросить, у нас яйца? Слушай, Шон, у нас новая лисица, рыжая. Впервые рыжая лисица. А не подскажете ли вы мне, пожалуйста, а где у нас куры и яйца? Мне вот так интересно, ей-богу. Вы даже себе представить не можете как. По-моему, ты немножечко того, ты немножечко попутал. В общем-то, да, кроме всего прочего, у нас у Джулии есть десятый уровень в логике. Она тут пока в апике скучала, играла в шахматы и достигла десятого уровня случайным образом. Вот, и да, поэтому я ее отправила наставничать у Ракель, и я надеюсь, что это ей поможет. Вот, в общем-то, да. Прям, ой, как я рада, что у нас есть Джулия. Боже мой, вы даже себе представить не можете. Ребят, хотите прикол? Во-первых, у нас тут пожар на улице, под дождем, внезапно, да. Ловим логику Симса. Я не знаю, что тут загорелось, как тут загорелось. Вот эта вот гадость, возможно, это сделала? Я не знаю. Покажите мне эту бандитскую рожу. Это ты? Я по роже твоей вижу, что это ты, гадость ты такая. Это капец. Это, как бы, первое, что я хотела сказать. Вот, я, с вашего позволения, вот так вот, вот эту вот бандитскую рожу сфотографирую. А во-вторых, меня, значит, камера резко, неожиданно откидывает сюда, и я понимаю, что у нас умирает на участке, на кухне, член мафиози. Вы можете себе это вообще представить? То есть, вот нам своих мало, да? То есть, как бы, просто, просто потрясающе. Просто потрясающе. Что о нас потом скажут? Что мы убили мафиози? Вы вообще, вы вообще представляете, что это будет? Вы вообще представляете, что с нами сделают остальные мафиози? Господи, боже мой, Рэндалл. Рэндалл, я не знаю, тебе будет очень тяжело работать в полиции. Беатрис очень тяжело будет работать в мафии, очевидно. Потому что ей нужно будет в два раза сильнее доказывать свой авторитет. Я просто в шоке. А от чего он умер? Это что? Это сердечный приступ или что? Да ну нафиг, вы издеваетесь. Вы издеваетесь надо мной, да? Слушайте, так все было хорошо. Так все было прекрасно. Прекрасные нужды у симов. Мы сидели, прокачивались. Ничего не предвещало беды, кстати. Мы достигли какого уровня в логике четвертого? Еще два уровня нам осталось, получается. И тут на тебе. Здравствуйте. Ну это же просто капец. Идите сюда все. Я не знаю. Я не знаю. Это просто капец какой-то. У меня нет слов. Я в шоке. Я вообще... Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. Сейчас у меня... Конечно же. Конечно же. У меня сейчас все будут грустные. У меня сейчас все будут грустные. Естественно, два дня. Почивший друг. А ты его хоть знал? Кроме того, что он у нас каждую неделю деньги забирал. Что еще ты знаешь об этом персонаже? Мой хороший. Нет. Ну, конечно, это очень все печально. Если честно, я не ожидала. Я не знаю. Вот это ж не старческая смерть. Или это старческая смерть. Он просто так за сердце схватился. Но я... Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ракель. Давай ты будешь, наверное, играть. Вот. А Джулия тебе будет помогать. Так. А ты скорбить маршал. Не надо. Не надо. Маршал к нам каждый день приходит. Лучше помоги дочке. Вот. Наставник. В общем-то, да. Ребят. Так и живем. Так и живем. Что сказать? Гидри, здравствуй. Тут у нас новая смерть. Представляешь вообще? Эх, это, конечно... Это, конечно, просто супер печально. Слушай, Рой, а что ты вообще делал? Я забыла. Это вот он, представляете? Он принес нам еды. Вот оно. Восемь порций колуя свинины. Он принес нам еды. Занес прям в дом. Я его не пускала, ребят, клянусь. У нас, получается, начался пожар. Все побежали сюда его тушить. Он побежал сюда. И вот меня просто камера откидывает вот сюда. К нам, да? Я вижу, что он ставит сюда вот это и умирает. Какой хороший сим. Так и не скажешь, что мафиози, правда? Поздравляю, ребята. У нас теперь две могилки дома. Одна из которых вообще никак не относится к нашей семье. У нас дома умер мафиози. Я вас поздравляю с этим. Но это же просто трындец. И кто это сделал? Подождите, а кто это сделал? А, ребят. Ребята, а это считается? Она, то есть, у нас с нас тысячу не взяли. Сима, вы что творите вообще? Объясните мне, пожалуйста. А это считается? Или нам нужно продать эту ракету и как бы заново купить другую и отдать по-честному тысячу? Эмма Старк. Взрослая. Я, конечно, понимаю. Слушайте, как они о нас заботятся? Еды принесли. Ракету строят. Я просто в шоке. Я просто в шоке, что происходит, ребят. Это нечто. Ну, слушайте, нам же навык-то ракетостроения все равно нужен. Поэтому, Эммочка, солнце мое, может быть, вы не будете выстраивать вместо нас ракету? В общем-то говоря, у нас тут произошло кое-что неожиданное лично для меня. У нас ракель только что... Да, во-первых, уровень у нас достигает седьмого уровня навыки обаяния. Почему-то этот седьмой уровень, он ему как-то очень сложно дался. Наверное, потому что он очень грустный. Потому что я тут действий сделала какое-то просто сумасшедшее количество. Мне кажется, если бы он был счастливый, то мы бы уже восьмого уровня достигли, как минимум, в общем-то говоря, ракель под присмотром мамы у нас достигла шестого уровня в навыке логики. Это означает, что мы уже с вами закрыли два навыка, которые нам необходимы для карьеры. Это фитнес до десятки и логика до шестого. И нам... Всё, что нам осталось для карьеры, для нашего космического рейнджера, это ракетостроение четвёртого уровня. Вот. И тут нам неожиданно помогли. Эмма Старк сделала нам за бесплатно, собственно говоря, нашу ракету. Так, давай это всё починим. Да, призраки вновь всё у нас сломают, если что, ребят. Так что да, всё. Можешь, в принципе, маму отпускать. Мама, молодец. Маме огромное спасибо за то, что помогла дочке. Просто супер. Итого у нас получается, ракель ещё не вышла ни на один рабочий день. Да, у неё до работы 6 часов, кстати. Да, ей нужно срочно спать, ложиться. А нам осталось только ракетостроение до четвёртого уровня поднять. Мне кажется, что это прям суперклассно. Я очень рада, что у нас так войдёт. Первый рабочий день у нашего космического рейнджера. И мы отправляем нашу ракель на работу. Вот такая вот она у нас красотка. Уверенная в себе. В том, что всё у неё будет замечательно. Нужды у неё хорошие. В общем, так говоря, по работе мы всё сделали. Всё, что должны были. На самом деле, у нас тут только поиграть в шахматы было. Но мы тут, знаете, даже как-то преисполнились. У нас потихоньку налаживаются отношения между братьями и сёстрами. Ну как налаживается это всё? Боже мой, она уже второй этаж тут при... Подождите! Что вы... Гидри! Нет, ну посмотрите, ну что они делают? Они же реально построят нам ракету сейчас. Ну куда? А как мы будем ракетостроение прокачивать? Блин! Почему ты не ушёл до сих пор, Гидри? Слушай, уходи, пожалуйста. Я, конечно, всё понимаю, но это слишком. Это слишком, Гидри. Боже. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Вот дайте я это вот так как-нибудь сфоткаю. Я не знаю. Вот вы когда-нибудь видели такое чудо? Я не знаю. Ой. Ну не умеешь. Не берись, Гидри. Это работа для нас, для космических рейнджеров. Понимаешь? Это не для тебя, работёнка. Что ты творишь? Нет, ну они реально просто сейчас нам возьмут и построят ракету, и нам придётся покупать новую и строить её самим заново. Я так чувствую. Вот с таким вот шикарным, невозмутимым лицом. Да. Наш шоколадочко-почтальон доставил нам счета. Я предлагаю их оплатить прямо сейчас. Итан Хэнди. Молодой. Слушайте, ну он мне так нравится. Как мне нравится этот почтальон? Кстати, ребят, я хочу вас, наверное, предупредить, что возможно, возможно, у нас это последнее поколение вот таких бледненьких симов, потому что, ну, все как бы НПС, которые генерятся здесь, это все такие шоколадочки, потому что мы играем в Сулане, мы отсюда стартовали наше сохранение. Вот. И это действительно влияет на то, какие генерятся НПС. Ну, правда, что август, вот прошлый почтальон, да, он у нас был бледный, но так, в основном, у нас такие все шоколадные. Я не знаю, почему, мне нравится этот персонаж, и у меня такое дикое желание, просто, я не знаю, сейчас, например, взять, кстати, когда тебе на работу? А, вот мне такое, знаете, дикое желание сейчас взять и разбудить Алису, сказать ей, ты наследница, и просто вот отправить ее общаться с этим молодым человеком, сытаным, сытаным, да, тем более он молодой. Вот, как бы, почтальон, почтальон, это всегда прекрасный вариант. Я не знаю, ребята, что делать? Просто мне реально нравится этот персонаж, я не знаю, почему, почему он меня зацепил. Дай на тебя, Дай на тебя посмотрю в профиль, не, профиль, конечно, такой себе, но это самый обычный, самый обычный НПС, знаете, вообще без ничего. Вот Август у нас был очень колоритный сим, реально, но вот этот вот молодой человек, я не знаю, мне просто почему-то дико нравится, вот, не знаю, импонирует как-то, какой-то он прикольный. Алис, Алис, не хочешь пообщаться с молодым человеком, а? Давай приветствовать дружески. Давайте просто так ради интереса, чисто, знаете, узнаем, какие у него черты характера, например, там и это. Так, Джулия у нас упорно работать, а, кстати, нам надо счета, оплатить счета. Боже, у меня сейчас, я сейчас разорвусь просто, чувствую, нам нужно сейчас счета оплатить, вот, оплатить счета. Скажи, здравствуйте, здравствуйте, вы наш новый почтальон? Да, 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 приятно познакомиться, меня зовут Итан, а вас, девушка, как зовут? И, а, ты стал кокетливый, да ладно? Обалдеть, вы видели, как он сразу подошел к Алисе, такой, ой, я никогда не видел, такая симпатичная девушка, вообще, как это так, как я мог вас упустить из виду? А Алиса у нас сейчас скажет, боже мой, как я хочу в туалет, вы даже не представляете. Слушайте, Итан, блинский, мне нравится этот персонаж, ребят, мне нравится безумно этот персонаж. Так, кто задержит Итана? Кто задержит Итана? Слушай, друг, я тебе говорила, что ты бесполезен? Нет, я пошутила, ты не бесполезен. Давай, иди сюда, приветствовать дружески, вот, Алиса пока что сходит в туалет и оплатит счета, а ты, твоя задача задержать этого молодого человека. Я сейчас чувствую, что мы сейчас будем кадрить Итана, я не знаю, Рэндал, ты не обидишься, ты не обидишься, я так хотела Рэндала в наследнике, вы просто не представляете, и испугался сразу, такой, о-о, это что, это брат? Ой, такой сильный, такой огромный, сейчас как понадает мне, скажу, здравствуйте, молодой человек, вы не поймите неправильно, я просто привез вам счета, как бы, да, ничего более, ничего менее, вот, и познакомиться с вашей сестрой, реально, смотрите, думает, такое, нифига себе, вот это братец, вот это бычара, конечно, да не бойтесь, вы не бойтесь, так, ты давай, это, приветствуй дружески, все правильно, так, Алиска, Алиска счета оплатила, Алиска у меня просто прелесть, просто солнышко, так, ты о корове позаботился, ты молодец, после этого хлев почистишь еще, так, и нам нужно сделать мани ноль, конечно же, конечно же, при вас это все делаю, чтобы вы сразу все видели, вот, все, по счетам заплатили, дань мафии отдали, вот, так что мы честные, порядочные гражданины, ничего не знаю, вернее, граждане, извиняюсь, слушайте, ну реально, у Рентала почти 9 уровень фитнеса, и посмотрите просто, как он раскачался, он при этом толком, как бы и не похудел, то есть, кстати, у нас там барышни какие-то, а, это Эмма Старк, это Мима, а вот это Джил Гудсона, тоже Мима, это не сгенеренная, понятно, но он такой вот при этом, смотрите, реально бычара, реально такой просто вот, очень, очень массивный мужчина, я прям в шоке, я, если честно, думала, что он будет примерно таким же, как девчонки, то есть, худеньким, ну и как бы, да, ну подкаченным, но что он так раскачается, и станет таким объемным, таким массивным, этого я не ожидала, конечно, я хочу узнать его получше, и для этого, сейчас мы с вами, смотрите, как хитро сделаем, узнать лучше, потом, потом мы спросим о карьере, потом мы сделаем снос, снова, снова узнать лучше, потом хвастаться мускулами, блинский, так, что у нас тут, хвастаться мускулами, отмена, это мы отменяем, отменяем, я говорю, так, давай, 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 и потом, нам нужно еще третий раз узнать лучше, нам нужно три черта характера знать, чтобы понимать, с кем мы вообще имеем дело, вот так вот, должно сработать, так, Алиса, Алиса, намывайся, намывайся, все, давай, быстренько, быстренько, намывайся, возможно, мы нашли нам мужа, вот так резко нежно, танцмашина, а знаете что, а у нас Алиса тоже танцмашина, между прочим, угу, угу, так, танцмашина, Рой что-то находит, понятно, ну-ка, подождите, мне нравится этот парень, мне очень нравится этот парень, он почтальон, ну да, как неожиданно, мы же сами, конечно же, не догадались, да, а еще, а еще, уважительный, мне нравится этот парень, если третья черта характера будет хорошая, ребят, наверное, мы его заберем, я не знаю, я не знаю, конечно, я понимаю, что это означает, что мы навсегда потеряем генетику Ллойдов, и одна из причин, почему я хотела сделать Рэндал наследником, это нос, это наша Ллойдовская генетика, потому что Алиса, это у нас чисто Макинтош, вот, хотя, с другой стороны, мы что, семейство Макинтош, как раз таки, да, то есть вроде как все логично, так, друг, а что ты делаешь выбросить, а, ну молодец, это ты молодец, а потом, а потом, в принципе, можешь, наверное, идти спать, вот, да, иди поспи, чуть-чуть доспи, а то я вас подняла, не свет, не зря, ну надо было за сливочкой поухаживать, кстати, да, отлично, ты себя хорошо чувствуешь, прекрасно, так, давай еще раз скажи, видишь, какие мускулы, да, 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 это меня Алиса натренировала, крутая она, правда, да, 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 полностью согласен, сноб, ну это как Филберт наш, кстати, я считаю, это очень даже неплохая черта характера, почему бы и нет, вот, мне совершенно снобизм в Филберте не мешает, как бы, да, ну давай, 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 пожалуйста, скажи, да вы и так не волнуйтесь, смотрите, я сейчас мигом это все исправлю, давай, Алиса, стань в его глазах супер-женщиной, оба, и все, и все, опа, о чем это ты задумалась, Алиса, о чем это ты задумалась, можно тебя спросить, эх, скажи, Алиса, так хочется любви, иногда простой человеческой любви, ой, я не могу, о, а у него зубы золотые, боже, какой угар, я просто не могу, ой, ребята, какая у меня сейчас дилемма, я просто не знаю, что делать, что делать, молодой, понимаете, молодой Итан Хэнди, танц-машина, уважительный, и сноб, черты характера хорошие, да, конечно, нету активного, например, да, то есть, но с другой стороны, нам же его не обязательно перевозить, вот, это у нас сейчас Алиса родила бы сразу двойню, получается, потому что по-другому мы не умеем, видимо, да, и все, и как бы, и у нас позже третье поколение подрастало, или все-таки оставить в наследниках Рэндала, я не знаю, а пока я думаю, я хотела вам только что рассказать о том, какая я чукча, потому что я рою, значит, изо всех сил прокачиваю обаяние, вот уже седьмой уровень, и сейчас я решила заглянуть в табличку ТРИС, чтобы там по навыкам, кстати, да, там очень теперь удобно, табличка просто супер, просто конфетка, спасибо большое, ТРИС, там теперь все навыки написаны для работы, необходимые, короче, я залезла посмотреть навыки, все ли действительно я правильно поняла, действительно ли Ракель у нас такая крутая, ей осталось только 4 уровня ракетостроения взять, и перелеснула на художника-мецената, это карьера нашего Роя, собственно, и что я там вижу, необходимые навыки, рисование 10 уровень, ну это понятное дело, и обаяние, знаете, какой уровень? шестой, а я почему-то думала, что 10, это как хорошо, что я вовремя остановилась, ребята, мы с вами закрыли, считайте, обаяние для карьеры мецената, да, то есть нам, по сути, остается догнать фитнес до десятки, и после этого нам нужно качнуть его художество, навыки рисования до 10 уровня, а ему осталось до взросления 4 дня, наверное, я даже не знаю, наверное, я все-таки вложу силы Роя, вот эти последние 4 дня в рисование наше, да, а фитнес мы будем прокачивать уже потом, уже потом, то есть по вечерам как-нибудь, как они будут приходить с работы, потихоньку, я думаю, докачаем по-любому, у нас впереди весь молодой возраст, весь взрослый возраст, то есть я даже не сомневаюсь ничуть, что мы докачаем эти 4 уровня, даже 3 с половиной, но в общем, можете себе представить, насколько я невнимательная, вот сама себе придумала, что обаяние нужно 10 уровень, и все, и качала, Алис, ну что, что ты думаешь, что ты думаешь по поводу этого челодого маловека, скажи мне, скажи, пожалуйста, Симоводу, что ты думаешь на этот счет сфотографироваться с Келли, это кто? Какие-то, это самое, какие-то нипы у нас поперли, ребят, у нас поперли нипы, я даже не знаю, что с этим всем и делать, может быть мы и Рэндаллу-то могли бы жену найти, вполне себе, но это же, по-моему, а вот, кстати, вот, кстати, Келли, я вижу, молодая, ребята, борьба, а у нас тут борьба за наследство, слушайте, прикольно, смотрите, Келли, а мне она нравится, ну все, капец, ну все, капец, Дафна Крамер, но она же, по-моему, взрослая, но она, по-моему, не та самая, не чистый нип, да, слушайте, а вот Келли, это точно, она тем более молодая, вот Эколог, это точно МПС, а ё-моё, а что нам делать, а что нам делать, слушай, Алиса, ты сама понимаешь, что сама себя подвела под монастырь, ты только что могла перевезти домой мужчину, давай, беги сюда, я хочу, чтобы ты прибежал сюда, смотрите, она такая обсуждает что-то, так, мне, правда, пора, если что, он у нас на карандаше, вот, а тут у нас есть такая Келли, замечательная, которая мне вполне себе нравится, мне кажется, довольно-таки симпатичная, почему нет, интересная такая, ну я же говорила, ребята, что это, походу, последнее поколение наших вот таких бледных симов, вот, сейчас, походу, пойдут у нас шоколадочки, у нас тут сейчас происходит общение, да, конечно, наш Рэндалл чуть-чуть завонялся, вот, я, в общем-то, дала ему действия, чтобы он тоже узнал нашу Келли получше, вот, как у неё с чертами характера, мне интересно, но мне нравится эта симка очень, вот, так, Алиса, Алиса, ты, конечно, Алиса у нас молодец, она, походу, даже брату, это, невесту нашла, я просто в шоке с этой симки, если честно, Беатрис, слушай, тебе нужно пакостничать, давай пока это, давай, может быть, пока, вот, пародировать русалку, что ещё, давай пошелить шокером, почему бы и нет, я Рэндалл, здравствуйте, да, очень приятно с вами познакомиться, а вы, да, меня зовут Келли, я, как видите, эколог, мы тут разбираемся, в общем-то, говоря, вулкан распушевался, очень интересно, а что вы вообще по жизни любите? Криптоман? Ой, ну это, конечно, такое себе, такое себе узнать лучше, узнать лучше, да, а вы верите в вампиров? Ну, вы знаете, мне тяжело сказать, но если уж русалки существуют, то может быть и вампиры, как бы кто знает, а чем ещё вы по жизни интересуетесь? Гений, опа, гений, это прикольно, это прикольно, конечно, то, что Клиптоман, то не очень, так, отлично, Джулия, там денежек принесла, Джулия, ты просто, Джулия, ты просто, вообще, женщина, обожаю тебя, давай, давай, слушай, он у меня, конечно, уставший такой, а расскажите ещё что-нибудь о себе, а я, собственно говоря, сноб, ещё один сноб, внимание, что-то игра моя любит снобов, обалдеть, итак, что мы имеем, что мы имеем, у нас есть Келли, опа, смотрите, какая прям в шляпке, гений, Клиптоман и сноб, ну, то, что Клиптоман, ну, я, в принципе, этого не боюсь, у нас Варга была Клиптоманом, поэтому, как бы, это всё такое, и у нас есть Итан, Итан, а, это не ты, знаешь его черты характера все, это у нас знает Рэндал, да, сноб, уважительная танцмашина, ну, вот, слушайте, у нас борьба, реально борьба, у нас есть две шоколадки, которые мне, в принципе, нравятся, которые меня устраивают, вот, поэтому, как бы, да, слушай, а ты можешь, ну, у тебя же фотика нету, да, Рэндал, ты не сможешь сфотографировать барышню, слушайте, все мафиози нам звонят, простите, что беспокоено, ваша прекрасная репутация, да, прекрасная репутация, я тут слышал, что у вас в доме окачурился мафиози, как бы, я надеюсь, что это просто невероятное стечение обстоятельств, а не то, что я думаю, да, это абсолютно, абсолютно вышло случайно, это не то, о чем вы думаете, о чем вы подумали, собственно говоря, да так, нет, ни о чем, ни о чем, так, ну, конечно, пакости прокачиваются не так, чтобы быстро, вот, ну, давай ты, давай ты еще тогда, вот она наша ракель, так, и она не, по, а почему, ребята, вы что, издеваетесь, а почему ей не дали повышение, слушайте, а почему она не повысилась-то, у нее же все было готово, она была в шикарном настроении, офигеть вообще, это чтобы с первого на второго уровня за день не повыситься, не, ну, это, конечно, это, конечно, жесть, так, ну, знаешь, что, давай ты, это, позанимаешься ракетой, вот, я тебе предлагаю продолжить строительство, вот, пока ты у меня еще на ногах стоишь, так, отлично, четвертый уровень пакостей, Рэндалл, ты у меня уже, да, идешь домой, отлично, прекрасно, так, Беатрис у меня там развлекается, отлично, ну, в общем-то, ребят, я не знаю, надо думать, надо думать, у нас есть два претендента на то, чтобы стать, так, а кто там, дайте угадаю, я думаю, откуда взялось вот это, это кто-то нам уже помогает, небось, да, Гидри, слушайте, обалдеть, Гидри, а ты уже воняешь, он целый день, он с ночи здесь стоит, ребят, он с ночи здесь стоит, он почти закончил нашу ракету, я в шоке, я в шоке просто, так, с Гидри не общаться, продолжить строительство, давай, Ракель, пожалуйста, вот, ничего не знаю, давай, получи навык ракетостроения, давай, тебе всего лишь надо 4 уровня набить, вот такая вот, смотрите, какая у нас Ракель, красотка вообще, женщина, огонь, просто, просто огонь, я так считаю, вот, отлично, так, только осторожно, давай без вот этих вот, выкрутасов, без сюрпризов, я знаю, что ракетостроение, очень много сил выбивает, что все, прекрасно, ну, я так полагаю, что Гидри без нас, тут все закончит, как бы, да, придется нам новую ракету покупать, и минус, снова минус 5000, как бы, да, ребята, поздравляю, мне правда пора, спасибо за личную компанию, да вам спасибо, слушайте, в один день, то никого не было, то здравствуйте, пожалуйста, вот вам сразу двое, так, Гидри, пошел вон, Гидри, пошел вон, пожалуйста, я тебя умоляю, иди вон отсюда, боже мой, зачем я вообще эту ракету поставила сюда, это просто кошмар, Итак, ребята, у нас две новости, одна хорошая, и вторая плохая, и одна вытекает из другой, хорошая новость в том, что, поздравляю, мы достроили ракету, это наша первая ракета в апокалипсисе, как бы, да, вот она, и плохая новость состоит в том, что, собственно говоря, за счет того, что ее строили просто все, вот просто кто угодно, кроме нашей ракели, то она вообще никак не прокачала свою ракету, строительство, это значит, что мы, ну, то есть, честно говоря, мы зря потратили наши 5000, и я так полагаю, что нам теперь придется это все проделывать заново, потому что у нее, покажи мне, пожалуйста, вот, даже второй уровень она не набрала в ракетостроении, я не знаю, возможно, возможно, улучшить, установить стабилизаторы для посадки, я не знаю, можно ли улучшать ракету, если честно, по-моему, нам в принципе нельзя улучшать никакие предметы, короче, я не знаю, одно расстройство, если честно, но ракетостроение у нас же не прокачивается, если летать в космос, да, по-моему, по-моему же нет, исследовать космос, короче, да, вот такие вот у нас дела, и да, к сожалению, опять, опять, я допустила свою небольшую оплошность в том, что в эту серию вылезло мало событий, но серия получилась при этом длинная, вот, к сожалению, к сожалению, да, конечно, насчет ракеты я реально расстроилась, рисовать, нет, никаких призраков, рисовать, я сказала, рисовать, Рой, привыкай, это твоё новое амплуа, приболел, я вижу, ничего страшного, всё будет хорошо, да ё-моё, пожалуйста, возобновить картину, вот с этими призраками, кстати, вообще невозможно тоже чем-то заниматься, Сима, мы постоянно надо с ними, блин, пообщаться, короче, да, в общем-то, что у нас стоит на повестке, дня, у нас стоят важные вопросы, во-первых, правильно ли я сделала, кто это, Джелли Гудси, правильно ли я сделала, что купила ракету, то есть не нарушение ли это правил, что я её так поставила, но сейчас, походу, нам придётся её в багаж семьи прятать и копить на новую, потому что, да, потому что спасибо Гидри, как бы, вот, это первый вопрос, второй вопрос, пожалуй, самый-самый волнующий, это наши, наши шикарные, вкладки, это наши персонажи по имени Келли и Итан, вот, соответственно, это автоматом становится вопрос о том, а кто же станет наследником, я была уверена, что наследником будет Рэндал, но теперь я, если честно, не знаю, у нас есть два шикарных Сима, которые меня полностью устраивают, что по чертам характера, что по внешнему виду они мне нравятся, реально нравятся, вот, и они оба молодые, ну, то есть это куш, мы сорвали куш, ну да, конечно, наш Рэндалл помладше будет трошки, чем Келли, но это вообще не проблема, это решается все беременностью, и она у нас, я так полагаю, вообще только-только появилась, потому что я ее впервые вижу у нас тут, вот, собственно говоря, насущный вопрос, ребята, Келли или Итан, Алиса или Рэндалл, вот в чем вопрос, да, и я обращаюсь с этим вопросом именно к вам, дайте я пока что, наверное, сфоткаю наше произведение искусства, вот так вот, ракета на островах, знаете, вот, наверное, как-то даже вот так, я это сфотографирую, прикольно, прикольно, мне нравится, вот, и да, я уже буду на этом точно заканчивать серию, потому что уже давно пора, и я благодарю вас за просмотр, всем огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили, я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро, но пока что, всем пока!